В домашнем кабинете доктора все осталось так, как было при его жизни. Медицинские книги, охотничьи трофеи, фотографии близких людей. Как будто хозяин кабинета вышел и скоро вернется. Здесь жил и работал выдающийся хирург. Новатор в медицине и замечательный учитель. Николай Земсков родился в 1919 году в Клину. Позже семья переехала жить в Москву. Молодежь в те времена была деятельная и увлеченная. Николай с братом Борисом занимались спортом. Брат, еще будучи школьником, научился управлять самолетом. А у Николая были успехи в конном спорте. Еще до войны он стал инструктором, а на соревнованиях в Москве даже занял первое место в своей возрастной категории. Но мечтой Николая со школьных лет была медицина. По окончании седьмого класса в возрасте 15 лет он поступил в медицинский техникум, который окончил с отличием в 1937 году. Одновременно осваивал профессию, работая фельдшером. Через год поступил в медицинский институт. Учеба давалась легко, так как помогали уже накопленные знания и практика. И с каждым днем учеба желание быть врачом укреплялось. По окончании третьего курса, 21 июня 1941 года, за день до начала войны Николай Земсков написал заявление с просьбой о переводе на военный факультет, который также окончил с отличием. Молодой доктор был направлен на фронт. За эти месяцы в семью пришло большое горе. На фронте погиб младший брат Борис. А Николаю было суждено воевать до победы. Он был под Сталинградом, прошел Украину и освобождал страны Европы. После демобилизации Николай Земсков хотел продолжить практическую деятельность. Он работал главным врачом хирургической больницы в Минусинске. Потом была работа в Киевской поликлинике, затем должность ассистента на кафедру хирургии мединститута. Со временем Николай Николаевич стал начальником учебной части, доцентом кафедры. В Киеве он защитил кандидатскую диссертацию, но было желание идти дальше, расти их научной и практической деятельности. Доктор интересовался новыми методами проведения операций, а пока над ним давлило руководство, он не мог самостоятельно принимать решения. Николай Земсков обратился в Министерство здравоохранения по поводу другого места работы. Ему было предложено место заведующего в создающейся кафедре коспитальной хирургии Луганского медицинского института. Доктор Земсков дал согласие и стал луганчанином. Клинической базой кафедры хирургии поначалу была больница номер 6, при ней хирургическое отделение. У Николая Земскова были большие планы по организации работы кафедры и отделения. Но в первую же неделю работы настали у опытного хирурга Земского два смертельных случая, не по вине врача. Один больной страдал онкологией, вторая смерть была от передозировки наркоза, которая тоже случилась не по вине хирурга. Несмотря на это, больные отказывались оперироваться у Земского. Николай Николаевич долго и болезненно переживал этот период, но не было и мысли оставить начатое дело. Желания уехать и бросить не было, потому что он знал свои возможности, он понимал, что это случайность, вот такое стечение обстоятельств, которые все-таки нужно перебороть и идти дальше к своей цели. После нелегкого периода Николай Николаевич с новыми силами взялся за работу. Он пережил неоднозначное отношение к себе, сомнения коллег. И со временем пришло уважение, авторитет, известность. Поначалу чужой город для него стал родным и близким. Он продолжил учиться и учить. Доктор Земсков чувствовал в себе силы пробовать новые операции. С нуля он создал кафедру хирургии, воспитал много талантливых хирургов. Он осваивал все новые, все новые операции, сложные операции. И не только осваивал, но и учил делать сотрудникам. Сотрудники все делали те операции, которыми он владел. Он так сделал кафедру, что когда он уезжает в клинике, то все должна продолжаться работать без него, так же, как с ним. После двух лет работы кафедра продолжила деятельность в Третьей городской больнице. Кафедра хирургических болезней, организованная Николаем Земсковым, функционирует до сегодня. Это были годы развития хирургии, совершенствования хирургии. Это был тот коллектив молодых энтузиастов, хирургов, которые, как говорится, нищая ни времени, ни сил, ни здоровья своего, они работали тут фактически круглосуточно. Сначала это было обычное хирургическое отделение, и кафедра называлась хирургических болезней номер один. Затем это отделение, совершенствуясь в таракальной хирургии, затем оно было переименовано и организовано уже областное таракальное отделение на 30 коек. Первую операцию Николай Николаевич на легких провел в 1961 году по удалению легкого на фоне коварнозного туберкулеза легких. Это была первая операция в Луганской области на легких. Затем Николай Николаевич много операций делал на легких, но почувствовал в себе силы и умение работать и на сосудах. Организовалось уже сосудистое как бы отделение. Затем стал работать на сердце. Николай Земсков был первым хирургом в Луганской области, который провел операцию на легких. И за 30 лет его работы как заведующего кафедрой было произведено более 2000 подобных операций. В 1961 году он стал первым хирургом в Луганской области, который провел операцию на закрытом сердце. Но доктор не останавливался. Шла подготовка к операции на сухом сердце, то есть с применением аппарата искусственного кровообращения. Первая подобная операция была проведена в 1965 году. Это нужно было приобрести аппараты для искусственного кровообращения. Значит, Николай Николаевич поехал к Амосову, взял у него проект его, а Амосов был не только хирургом, а он был инженер. И он сконструировал сам аппарат искусственного кровообращения. Преимущество этого аппарата было то, что с малой емкостью крови можно было оперировать. Поэтому он взял проект этого аппарата. Аппарат сделали на сотом заводе у нас в Луганске. И с этим аппаратом, на этом аппарате обучились наши сотрудники. Этот аппарат мы испытывали сначала на топографической анатомии, на собаках. Освоили аппарат мы на топографической анатомии, работали его, а потом уже пошли в клинику работать. В 1973 году Николай Земсков защитил докторскую диссертацию. Причем его оппонентом на защите был знаменитый Николай Амосов. За время своей трудовой деятельности Николай Николаевич написал более ста научных трудов. Его подчиненные также занимались наукой. Под его руководством написано 12 кандидатских диссертаций и 2 докторских. Став в 1975 году первым проректором Медицинского института по клинической работе, профессор Земсков организовал работу так, что кафедральные бригады осуществляли выезды в районы области, где проводили врачебные конференции, делали показательные операции, консультировали больных. Проводились курсы для врачей области по актуальным вопросам медицины. Он всю жизнь учился сам и стремился передавать знания другим. Он возглавлял, по сути дела, создал по-настоящему областное общество хирургов. Он здесь, Николай Николаевич. И оно было очень, как вам сказать, современным тогда, потому что рассматривались вопросы новые, с которыми знакомили хирургов всех районов, городов, с новыми достижениями хирургии, на примере, опять же, той клиники профессора Земского. У него врачи приезжали из периферии в клинику смотреть и учиться. Вот. Потом, когда я приехал, он мне общество передало, это было тоже около 30 лет тому назад. С тех пор я продолжаю те традиции, которые были заложены Николаем Николаевичем. Поскольку коллектив кафедры состоял в основном из молодых хирургов, Николай Николаевич поставил свои задачи сделать из них первоклассных преподавателей и повысить их хирургическую квалификацию. Он считал, что в отделении все хирурги должны быть взаимозаменяемы, то есть в любой момент зайти в операционную и делать хирургические операции любой сложности. Была у него еще такая методика. Вот он писал меня ассистентом, я должна ассистировать ему первым ассистентом, а когда приходил и начинался операционный день, он мне говорит, иди, оперируй. Значит, я, будучи ассистентом, я должна была готова воспроизвести эту операцию. И вот так уже каждый знал такую ситуацию, и поэтому готовился. Если он ассистирует ему, то в любой вариант он направлял тебя и оперирует. Но только тебя в операционную не покидал. Как учитель он был, ну я вам должна сказать, я уже пережила 11 профессоров. Но так как учил он, никто не учил. Николай Николаевич считал себя счастливым человеком. У него была любимая работа и крепкий тыл его семья. Со своей женой Аллой Владимировной он прожил 45 лет. Она была для него любимым человеком, помощником и верным другом. Без любви и уважения такого не сделаешь. Конечно, уважение было огромное, взаимное. Вот, и любовь, когда любишь, тебе хочется сделать любимому человеку комфорт. Что он мне, что я ему. Ну действительно, я понимала и взяла детей на себя, и дом, и детей на себя. Дети Николая Земского, Володя и Ольга с детства знали, что у папы ответственная работа. Они видели, каким уставшим он приходил домой. Но свободное время они проводили все вместе, всей семьёй. Николай Николаевич, умевший писать монографии, научные статьи и труды, свой литературный талант применял и к детям. И сочинял для них сказки, где главными героями были мальчик Володя и девочка Оля. У нас папа был только по выходным, и то, если в клинике было всё хорошо. Тогда работали по шестидневке, естественно, один выходной день, воскресенье. Папа очень любил и меня, и брата, но работа была на первом месте. Так что мы папу в детстве, во всяком случае, видели довольно редко. В кабинете доктора Земского много охотничьих трофеев. Его любимым хобби была охота с детства. И даже во время войны, если выпадала свободная минутка, он охотился. Вторым увлечением Николая Николаевича была машина. Во время отпуска вся семья и любимая собака Тим устраивались в машине и уезжали за тысячи километров. И он научил нас слушать тишину. Вот мы приезжали в лес, и сейчас многие приезжают, на природу выезжают и включают магнитофон или музыку какую-то громко включают. Мы же ехали, мы слушали тишину. Папа научил нас понимать природу, относиться к ней непотребительски. В 60-е годы Николай Земсков приехал в Луганск никому неизвестным здесь хирургом, а своей деятельностью, отношением к людям завоевал авторитет и уважение. Он прошел тернистый, трудный путь. Николая Земскова не стало в 2005 году, но память о нем и его работе останется в сердцах луганчан, его коллег и пациентов. Заслуга профессора Земского для хирургии в Луганской области, ее очень трудно поместить в какую-то одну фразу, потому что он, хирург, был разносторонний, он был человек нового, человек поиска, и очень доброжелательно относился к людям. Развивал всесторонние такие и продолжающиеся развиваться благодаря ему в Луганской области в направлении, как хирургия сосудов, хирургия сердца, хирургия пищевода, хирургия желудка. Это, так сказать, основные направления, а полный перечень хирургий пересислить невозможно. То, что заложил Земсков, продолжается, в частности, в отделении сосудистой хирургии, отделении сердечной хирургии в областной больнице. Они работают на самом современном уровне. И ученики возглавляют и отделение и в областной больнице, и в девятой, в восьмой больнице нынешней больницы, бывшие девятые, всесторонние, все операции, которые выполняются в Киеве, в Москве, выполняются и у нас. Николай Земсков столько раз останавливал чужую смерть, но настал момент, и пришло его время уйти. А здесь, на земле, бьются сердца, которые вылечил доктор. Дышат полной грудью и радуются жизни его пациенты, которые помнят своего врача. Врача, который сполна выполнил свою миссию на этой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok